Друзья, всем привет! Новая серия! Мы в Будапеште и за нашей спиной центральный рынок Будапешта. Это YouTube-канал Авиамания и сегодня мы расскажем вам, что привезти из Венгрии в подарок. Прежде чем зайти внутрь, хочу обратить ваше внимание, что рынок по воскресеньям не работает. Но сегодня понедельник, нам повезло и до 17 часов можно попасть внутрь. Ссылки на место расположения, конечно же, в описании к видео. Ну а мы вас приглашаем пройти с нами внутрь рынка. На рынок нельзя ходить с сигаретами, с собаками и заезжать на велосипеде. Но этого у нас ничего нет, поэтому входим внутрь. Смотри, Алина, какие завесы. Да уж. Кстати, какие-то они не гигиеничные. Предлагаю начать с центрального пролета. Итак, из многочисленных вещей, которые можно привезти в подарок из Венгрии, есть и сладости, и сувениры, и напитки. Мы сейчас попробуем найти все. Ну, конечно же, самое вкусное находится у самого входа. Многочисленные шоколадки с разными добавками. Кстати, насколько я знаю, даже с местной фабрикой. На рынке нет четкого разграничения продуктов. Мы видим на пятачке вокруг нас абсолютно все. Колбасы, вина, шоколад и за нами еще фрукты и овощи. Зато я вижу, что на втором этаже есть многочисленные кафе, но туда мы отправимся после, после того, как покажем вам все, что продают внизу. Первое, что нужно привезти из Венгрии, это колбасу местного производства, а точнее с салями. Называется она пик. Отличить ее можно по белой такой оболочке. На самом деле, это тонкая оболочка из плесени. Но колбаса очень вкусная, хранится даже при комнатной температуре. Ценный ассортимент мы вам покажем. Здесь царят такие запахи, что попробовать хочется абсолютно все. Просто ароматы сразу ударяют в нос. Причем такие свежие, пикантные ароматы. А знаете, почему пикантные? Все дело в паприке. Ведь измельчать паприку в муку придумали именно в Венгрии. А можно нам маленькую? А вы продадите и нарежете? Нет, не нарежете. А, как это писать? А ножом? Ой, ой. Ножом. Ножом кто-то тёщу режет. Тоже правильно. Все, ну тогда попозже попробуем. До свидания. Кроме того, что привозить в подарок, мы вам будем показывать, сколько стоит просто продукты. Здесь продается огромное количество итальянской пасты. Видно, что это не хендмейт, но паста хорошего качества. Стоит, например, 650 форентов. Причем паста продается вместе с капустой. Почему нет? Кстати, напомню, для того, чтобы вам было легче переводить цены, которые вы видите на экране, ориентировочно делите их на 4 и будете получать рубли. А мы подходим к очень острому ларьку. Это повельем? Да, повельем с перцем. Вся верхняя часть увешана красным перцем. Это просто фишка Венгрии. Одна из основных фишек. То есть здесь специи продаются в абсолютно разных вариациях, в сухих порошках. Причем вы можете найти 4 разновидности перца по жгучести. И есть еще огромное количество более естественного, не острого перца. Это самый, наверное, жгучий перец чили. Это перец, который можно увезти с собой. Вот такой вот, как это называется? Бусики-бусики из перца. Гавайские украшения. Гавайские украшения. Острый красный перец. А есть еще перемолотый порошок. Есть перец в виде пасты. Различные соусы из перца. В общем, во всех вариациях нам нужно обязательно попробовать разные разновидности перца по жгучести и рассказать вам, как оно. Мы подошли к павильончику сухофруктов и орехов. Вот это мы очень любим. Особенно брать с собой в путешествие в самолет. На самом деле, мне кажется, все это любят. Просто кто-то любит соленые, кто-то любит сладкие, кто-то любит с сухофруктами, кто-то без. Но в любом случае, почитателей у этого полезного фуда огромное количество. Ну а мы ищем прародителей паприки, самых больших ее представителей. И вот он за 599 хорингов за килограмм. Мне кажется, он очень мёский. Но это не точно. Это точно. Я вижу, что в Венгрии перец любят. Тут, наверное, культ перца. В каждом павильоне продается перец. Вот смотрите, три горы перца. На разные вкусы цвет. Мы увидели здесь такие милые пучки перца, которые очень хочется купить, попробовать и рассказать вам, как они отличаются. Это мы, наверное, сделаем. Но еще хочу обратить внимание. Цена указана и в форентах, и в евро. Очень удобно. Маленький какой перчик. Маленький-маленький. Очень маленький перец. Вот в том павильоне напротив мы сняли самый большой перец, а здесь у нас самый маленький перец. Лучше один раз попробовать. Да, у меня как раз есть 2 евро, поэтому я выбираю себе пучочек и буду его есть. Конечно же, на камеру. Конечно же, чтобы вы поняли, каково это. Давай, выбирай самый вкусный. Вот этот вот. Здесь больше всего разновидностей перчиков. Пойдем покупать. 2 евро он стоит. Ох, Алина, надо тебе, наверное, и воды купить, чтобы запить в случае чего. У нас есть вода. Если что-то пойдет не по плану. У нас есть вода с собой, мы знатные путешественники. Мы возим с собой бутылки. Мне сказали, что он у вас. Ну что, наш букетик съедобный. Мне страшно. Берем оранжевую перчинку. Раз, два, три. Рот горит. Ты выплевывай, выплевывай. Выдыхай, выдыхай. Сейчас, у меня голос полный пропал. Там какой фиг целую ягодину-то съела. Надо было чуть-чуть откусить. Значит так. Даже слезы выступили из глаз. Я проплачусь? Рассказываю. Индийская... Индийская еда... Спайси. Вообще не спайси. Вот этот перец. Этот перец, это просто... Это просто спайси умноженный на 10. У меня заслезились глаза. Загорелось все. Мне захотелось закашлять. Я больше не буду его пробовать. Мы его принесем домой и будем готовить с ним пасту. Друзья, мы подошли к павильону, где продается местный самогон, который называется Полинка. И стоит он 3400 форентов. Здесь паприка уже в виде порошков. И можно купить с собой и привезти в подарок. Потому что это очень хороший подарок из ветви. Паприка, упакованная в красивые пакеты. На обратном пути надо обязательно купить своим родным и близким. Кстати, дорогие парфиши, будьте активнее. Мы будем привезти в подарки и вам. Ох, ты знаешь, после этого перца хочется чего-нибудь свеженького. И очень хочется пить. Я уже почти выпила всю воду, которая у нас была. Я думаю, что такой перец нужно было закусывать апельсином. Кстати, интересный, наверное, вкус будет. Я даже не пробовал, сейчас сказал, подумал, как это интересно на вкус апельсин с перцем. Я хотела сказать, что у этих маленьких перчинок есть такая особенность. Знаете, перец обычно нужно чистить изнутри. Там много вот этих косточек, вот эти всякие перегоночки. Здесь такого нет. Его можно просто есть. То есть я думаю, что у нас будет на ужин паста с острым перцем. Ну вот всем, кому интересно цены на мясные продукты в Венгрии, показываем. Очень много мяса. Очень много мяса. Подходи, не стесняйся. Обрати внимание на утю. Это гусь. Давай дальше. Гусиный паштет. Продается здесь практически в каждом прилавке. Да, написано «Дак ливер». Как будто бы, если дословно, то гусиная колбаса, да? Потому что ливер – это же вроде как колбаса. Я хотела сказать, что мы не забываем, что нам нужно купить с собой будет паприку и обязательно гусиный паштет и попробовать его в апартаменте. Чтобы не быть голословной, подтверждаю. Вот уже другой прилавок, тот же самый гусиный паштет и слово «хунгарикум». «Хунгарикум» – это два слова, соединенные вместе. Это «Венгрия» и «Уникальный». То есть уникальные продукты из Венгрии называют словом «хунгарикум». Поэтому его можно встретить рядом с фарфоровыми изделиями, изделиями из черной глины, специального обжига по-венгерски, а также рядом с гусиным паштетом. В основном, конечно, в Венгрии любят мясо, жирные продукты. Но на рынке, мне кажется, процентов 40 товаров – это колбаса и паштет. Остальное – это овощи, мясо вперемешку. Практически я еще не видела. Ты видел сыр? Нет. Я вообще не встретила еще ни одного прилавка с сыром. Может, он на втором этаже? Мы туда еще не поднялись. Рыно не закончился. Хочу обратить внимание. Вниз ведет эскалад. Садик. И там табличка «Альди». «Альди» – это название супермаркета. У нас такой же находится около апартамента. И для тех, кому не хватило продуктов на рынке, могут спуститься вниз и купить их в супермаркете. И еще. И еще. Поворачиваемся вот сюда. И сзади нас обменный пункт. Пункт обмена валютой. Кстати, мы обменяли валюту в предыдущей серии по 319 курсов. Здесь 316. И вообще везде, где мы проходили, был более невыгодный курс обмена валюты. Одним словом, чем дальше в город, тем дешевле в курсе. Друзья, перед самым входом в туалет мы видим выставку грибов. Причем, я так понимаю, съедобных. Ну, конечно. Хотя, судя по виду, они совсем не съедобные. Не-не-не, смотри, рядом нарисована хозяюшка с кастрюлей и с ложкой. Вряд ли бы она стала готовить и с не съедобных грибов. Ну, это реально поганки, Алина. Очень странные грибы. Ну, эти странные грибы можно есть. Ой, какие грибочки. Смотрите, друзья. Явно вот те грибы, вот те грибы, если по ним ударить, то они задымятся. Это поганки, Алина. Смотри, смотри, обращай внимание, вот где хозяюшка, это все-таки съедобное. Где восклицательный знак, вот у того гриба, нехорошей формы, это значит, его есть нельзя. Здесь у нас все съедобное, несмотря на очень странный вид. За исключением тех, где черепа нарисованы. Хотя, вот смотри, здесь нарисованы черепа, здесь хозяюшка. Но по мне, так вот что один, что второй, похоже на непонятно что. О, наши любимые, Алина, мухоморы. С черепами. То есть мухоморы есть нельзя. А вот около волнушек почему-то стоит восклицательный знак. Это же волнушки. Да кто его знает, волнушки это ли не волнушки. А что, грибник, что ли, профессиональный? Смотри, тут какие грибы. Из нас еще те грибники. Шишки падают в лесу, я иду на колбасу. Чего здесь не хватает, знаешь? Чего? Павильона с продающимися грибами и колоритным продавцом, который бы рассказывал, вот это можно есть, а вот это нельзя. А где грибы-пружки? Ну уж не знаю. Ну точно не они. А вот смотри, какой симпатичный мухомор. Хотя он не мухомор, он просто красный, ядовитый. Он не ядовитый, там нарисована хозяюшка. А вот эти вот грибы, ядовитые. Ладно, пора с выставкой грибов заканчивать, переходить на другую выставку. Знаешь, что еще хочу сказать? Прошло уже минут 10, а у меня так привкус перца во рту и не прошел. У меня горит теперь горло и пищево. Туалет, кстати, на рынке платный, и стоимость его 150 корринга. Да, и еще, здесь указан режим работы рынка, который мы вам уже сказали, с 6 до 17, в понедельник, в воскресенье выходной, остальные до 6. А рядом режим работы супермаркета. То есть, если вы опоздали на рынок, у вас все еще есть возможность купить продукты в магазине внизу. Но думаю, что подороже. В центральном рынке, если зайти дальше, за туалет и зал, то здесь находите небольшое кофейное, где продают вкусный и самый дешевый кофе из всего, что едва в Будапеште. Стоит он 250 корринга. Приглашаю вас на второй этаж рынка, где будут уже вещи, сувениры и еда. Хочется рассказать вам сначала несколько слов буквально о национальных сувенирах, связанных с вышивкой. На самом деле здесь можно наблюдать огромное количество разных орнаментов. тканей. И чем тоньше ювелирная работа, чем тоньше ткань, чем более четко прорисованные рисунки, тем более дорогая стоимость будет у этого издора. Друзья, очень популярный рынок и очень много народу. Мы просто протискиваемся, да, протискиваемся через толпу людей. Есть совет, приходите сюда к открытию, будет больше шансов походить и спокойно пообщаться, посмотреть товары, пообщаться с продавцами. Ну, либо к закрытию. В куклы любят играть не только дети, но и взрослые. Поэтому, если у вас есть жена, мама, бабушка, подруга, да кто угодно женского пола, то обязательно рассмотрите такой вариант привезти из Венгрии в подарок в куклу. В чем их особенность? Они отличаются по стоимости, по размерам и в основном обручены в национальные венгерские костюмы. Это очень интересный подарок, изысканный. И мне кажется, после этого возникнет желание коллекционировать кукол из разных стран. А вот начинается зона кафе. Если хотите кушать, ребята, вам сюда, на второй этаж. А-ля шведский стол, кстати. Смотрите, действительно шведский стол. Как много народ. Мы просто просачиваем. Мы увидели очень культовые открывашки. Я, наверное, прикуплю ее своему приятелю в подарок. Стоит 1000 койнтов. Это 200 рублей. Где-то полезно. Алина зашла в свое любимое место. Там, где продаются магнитики, тарелочки. В общем, все, что напоминает нам о поездке в дальнейшем. И мы хотим купить себе тарелочку на стену. Вот такую вот. Ну, еще, как всегда, магнитик. А вот это что, наперсток? Да, это наперсток. Пасхальные яйца. Смотрите, какие прикольные кошелечки. Какие маленькие. Здорово. А для чего же их использовать? Для наушников, наверное. Телефон. Интересно. Смотри, ореходавка. Да? Да, это орехи давить. Грецкие. Да, любые вообще, в принципе. А интересно, она сувенирная или рабочая? Нет, она рабочая. Кладешь орех, закручиваешь и все. А вот это пивные кружки? А это большие, да, пивные кружки. Пиво-то в Венгрии любят, я думаю. Еще как любят, мы вам еще расскажем об этом. Я говорила, что чем четче рисунки, красивее цвета и ювелирная работа, тем дороже стоимость. Здесь стоимость указана. 4200 форентов. Вот это 900. Но они все примерно, я так понимаю, одного качества. Не эксклюзив. Куклы. Деревянные шкатулки. Медведи, совы, колокольчики, сумки, надеюсь, что кожаные, ремни. Чемоданы, кстати. И чемоданы, да, точно, чемоданы. 17900 форентов стоит. 17900, это сколько у нас, делим на 4, узнаем, сколько стоит чемодан. Примерно 4000 с плюсом. Ну, не так и много, как у нас, в принципе. Даже подешевле. Цены даже местами дешевле, чем поданы. Очень красивая кружечка для кофе. Где Алина нашла свою любовь? Так как она пьет каждое утро кофе, то без кружечки, без кружечки кофе из Будапешта мы, я так понимаю, не уедем. Нет. А над небольшой возвышенностью над вторым этажом, можно сказать, своеобразным третьим, находятся рестораны. Это балконный этаж. Балконный, да. Кроме ресторанов здесь еще есть туалеты. И я хотела обратить внимание на такой момент. На самом деле, Венгрия еще и известна своим фарфором, который производится с 18 века в поселении Херинг, где половина жителей этого поселения трудятся на фарфоровом заводе. Но я пока не нашла вообще изделие из фарфора. В основном это кружево и огромное количество сувениров и одежды не совсем понятного фасона. Поэтому, собственно, второй этаж мне понравился немножко меньше, чем первый, хотя кофейную кружечку я себе купила. А мы возвращаемся на первый этаж, там нам понравилось больше. У меня еще от маленького съеденного перчика так и не прошли остатки. Сегодня мы купим в апартаменты бутылочку настоящего венгерского вина. Такой, которую очень любил пить Петр Великий и Наполеон. Здесь есть еще одна особенность венгерского рынка, которая, по крайней мере, отличает его от таллинского. Здесь ничему не дают попробовать. Да, есть такое дело. Хочешь попробовать колбасу, купи, тебе нарежут. И то только там, где в прилавках есть специальная машина, которая режет колбасу. Друзья, вот на таком красивом ракурсе мы хотим с вами попрощаться. Мы показали вам рынок Будапешта во всей красе. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Конечно же, подписаться на канал, потому что впереди нас ждет огромное количество интересных мест, стран и городов. Ну а мы перелетаем в следующую серию. Увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока! Пока!